Здравствуйте, дорогие телезрители! Вас приветствует чемпионат Аматэрис Шмозко Гартинг Чемпионшиф Академии. То есть, это серия, серия «Первый шаг» перед АМКС. Здесь у нас участвуют любители, дебютанты и многие-многие другие. Кого только сюда не заносит, честное слово. Вот на ваших экранах некоторые из этих пилотов. Вот, кстати, Руслан Гадиев. Он дрифтер, но он периодически участвует в МПС. Я сразу извиняюсь за мое незнание некоторых пилотов. Я вот кого узнаю про того, вам и расскажу. Вот до этого на наших экранах была Ирина Малихина, Василиса Шкальтова. Эти пилотесы периодически приезжают на гонки, участвуют. Очень много новых пилотов собралось на этой гонке. И вот на вашем экранах Денис Саленцев. Пилот, который тоже приезжает. Вот приехал мы сейчас на первый гран-при, но впоследствии будет приезжать на каждый, я думаю. Это Александр Гнусов. Он новый резервный пилот команды Eagles Racing. Виртуальный контракт был подписан на том же гран-при. И вот вы видите, как пилоты проходят эту фотосессию. Георгий Мухин, кстати говоря, уже достаточно известная личность в МПС. Он уже приезжал. Сейчас это его второй раз. Ефим Блинов. Ефим Блинов это из команды МЦФКОНГОПТИМ. Это пилот, которого поддерживает данная команда. Ну, что я вам хочу сказать. Академия МПС это уже немного другое. Это не младшая серия. И даже не резервная серия, которой она была ранее. Сейчас объясню. Это серия, которая превратилась вверх в два класса. Класс А это люди, которым уже за 16 лет, от 16 и старше. И класс Б это от 14 и до 16 лет. То есть те люди, которые не могут попасть во им крест, но вот хочется не подняться в рамках чемпионата, и они вот там. По достижению 16-летия, конечно же, у них будет возможность подняться выше. Но в этом классе пока только парку лотов, где приехали оба на эту гонку. Мы видим, гонка уже началась. Это у нас первый заезд. Сейчас я вам расскажу, кто здесь присутствует. Андрей Потапчик. Андрей Потапчик мы знаем уже по прошлому году. Он периодически посещал, участвовал в младшей серии. Даже, как мне кажется, заменял кого-то из основных делов в КС Анимас. Здесь же Алексей Еремин, Алексей Монахов, еще один Алексей Иваненко, Иван Легушин, Юрий Кушпиль, Василиса Шкальтова, пилотеса, резервная, ну, точнее, даже не резервная, а она также входит в программу поддержки молодых пилотов, но команду НРП «Клицель». Также Ирина Малихина, это пилотес периодически появляется, появлялась на тестовых сессиях в межсезонье. И Татьяна Константинова, это тоже новая пилотеса, то есть не факт, что она будет еще получать, вот наша пилотеса как раз Ирина Малихина. Она обороняется, обороняется, друзья мои, я не могу вам точно сказать, от кого она обороняется, потому как не совсем понятно, кто здесь кто. Дело в том, что старшей серии АФКС там в принципе-то все понятно, там практически у всех своя униформа, и по комбезу, по шлему, сразу в принципе можно определить, кто есть кто. Здесь же кто в своей одежде, кто в прокатной, и очень сложно понять, кто сейчас на трассе. Единственное, сейчас могу изучить только Ирину, и, пожалуй, пожалуй, больше, конечно, никого, к сожалению. Но мы постараемся с вами разобраться. Что хотелось бы сказать по поводу Ирины Малихиной, пилотесса после этой гонки перенесла серьезную операцию, и, к сожалению, не сможет в ближайшее время участвовать в гонках Академии, ну или в таких других гонках. но, как только пилотесс реабилитируется, это не так, что он рассказал, реабилитируется, но нету, я хотел сказать, в общем, как только пилотесса выздоровеет, то, я думаю, может быть, мы увидим ее на одном из гран-при. И вот мы наблюдаем, как раз как Кирину прессингуют сразу два пилота. Кстати говоря, один из пилотов это еще на пилотесса Василиса Шкалькова. Вот, кстати, тот кок зеленого, зеленый кок сейчас проехал, по-моему, как раз Иван Легуша. Он лидирует. Ой, какой удар удар получила Ирина. Это как раз, по-моему, от Василисы. Василиса потеряла сразу пару позиций. А вот следом за Иваном в желтой майке сложно, сложно сказать мне, кто это такой. Да, на самом деле, хочу сказать, я не считаю, что должен комментировать серии Академии и НКНТС, потому что, в принципе, я здесь мало кого знаю. Основную серию, да, пожалуйста, я могу все рассказать, все показать. Вот, накрыт картону Малихима, и снова толчок, по-моему, опять от Шкальковой. Непонятно. Тут очень медленно поехала Ирина. Ну, так вот. И я, друзья мои, я не могу вам многого рассказать про этих пилотов, потому что я про них ничего не знаю, абсолютно ничего. И какие-то у нас небольшие неполадки были, но сейчас изображение снова появилось, и все хорошо. Ну, что я могу сказать? Андрей Потапчик. Первый раз пилот появился, если не ошибаюсь, на катодроме Маяк в прошлом сезоне. Он привел с собой двух друзей, которые также участвовали. Потом стал изредка появляться на отдельных гонках, и вот сейчас выступил сразу же в первой гонке чемпионата АНТС-Академии. Ну, посмотрим, какие у него будут результаты. У него достаточно неплохо. Про Ивана Лягуши я вам все, что могу сказать, ну, так как гонка идет в записи, я могу сразу уже объявить, что Иван эту гонку провел неплохо и попал на подел у Ивана второе место. Поэтому, я думаю, этот пилот далеко пойдет. Василиса Шкалькова, ну, я вам уже в принципе про нее все сказал, когда он появляется в Патрике, мне сразу же обращает внимание еще немного, большое количество пилотов, она такая, уже становится лицом чемпионата, и вот мы видим финиш этой группы. Ирина Марихина, она известна тем, что очень жестко реагирует на выпады на трассе, то есть какая-то борьба, она очень серьезно к этому относится, очень резко перекрывает траектории. И вот мы увидим, как готовится второй заезд. Вот наше охрану как раз был Потапчик, который уже покинул свое место в карте. На дальнем плане у нас маленький, наскорит со Шкальтовой. Видимо, как раз выговаривает по поводу того небольшого контакта. пилота МКС некоторые здесь. Вот скидали к нам Петров Кузнецов. И руководитель Академии распределяет пилотов и объясняет им правила. Олег Строганов, кстати, тоже участник Академии, но в этот раз участвовал в самом МКС, заменял своего пилота. И вот старт второго заезда. Здесь участвуют Георгий Мухин. Георгий Мухин это резервный пилот Freedom of Speed. Руслан Гадеев, как я уже говорил, дрифтер, но иногда занимается картингом, приезжает к нам. и он же после этой гонки писал ритуальный контракт с командой Tatu Racing Team и становится резервным пилотом этой команды. Вот мы уже видим прессинг, но здесь, вот здесь, вот в этом заезде уже получше можно понять, кто есть, потому что некоторые лица неизвестны. Ефим Блинов вот как раз на наших экранах преследует Гадеева. Это пилот группы B. Очень быстрый. Он из группы поддержки Винсов Номеркин. Руслан Шевырев, Денис Саленцев, Александр Экнуйсов Узерный Игорь Ус-8 и Андрей Аверин. Здесь, как мы видим, пилот в 7. Соперным заездом участвовал 3 человек, здесь всего 7. И вот Блинов проходит Гадеева очень резко, перетормаживает, но посмотрите, как быстро застремляется вперед. Ну, в принципе, разница в весе была очень огромная между маленьким Блиновым и буквально огромным Русланом Гадеевым. Вот на наших экранах сложно сказать где-то курица. не могу вам сказать, но по-моему там будет Савинс. То есть пилот тоже будет Савинс. Гонка продолжается. Я не вижу, что это я Георгия Мухина. Тоже достаточно неплохой пилот. Его, наверное, ждет хорошее будущее. А вот, кстати, кстати, вот, по-моему, салится, проехав Красный Майкер. Мухин. Да, да, это он. Мухин. Мухин где-то вот в той группе из трех человек. Вот один из них. Один из них точно Мухин. Он здесь опять же не могу упасть. А, а вот, 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 кстати, вот он Мухин, да. Вот Мухин борется с Блиновым. Блинов сейчас пытается атаковать, чтобы выйти в лидеры. Смотрите, насколько большая скорость и вот Мухин пропускает его сам. Показывая рукой ему проезжай. И Ефим заставляет его долго упрашивать и устремляется к своей первой победе в Академии. Пока пилоты едут, я вам расскажу итоги года. Победил, как я вам говорил, Ефим Блинов. Он сказал замечательное время и пилот класса Б, то есть, грубо говоря, поклассовка ведется как в ралли. В классе Б победил Ефим Блинов, а на втором месте был Алексей Еремин. Используя в классе Б никого не участвовало, всего было двое. Поэтому вот в классе А победил Иван Лягуша. Но давайте посмотрим по абсолюту. По абсолюту Иван Лягуша второй. Он отстал от Екима совсем ненамного. третий Георгий Мухин четвертый Руслан Гадиев пятый Алексей Иваненко шестой Тенис Савинцев седьмой Андрей Аберин восьмой Юрий Кушпиль девятый Александр Гнусов десятая Татьяна Константинова одиннадцатый Алексей Еремин двенадцатый Руслан Шевуев тринадцатый Андрей Потапчик четырнадцатый Алексей Монаков пятнадцатый Василиса Шкальтова и шестнадцатая Юрина Малихина Вот все пилоты которые участвовали в двух заездах в таком порядке они распределены Что касается личного зачета пилотов там очки будут распределяться отдельно там помимо класса абсолют будет класс А и класс Б то есть очки будет считаться в трех видах и по пацанику и по классу и по классу Б А вот у нас уже я думаю скоро закончится этот заезд пленок снова с кем-то борется кстати Мухин скот висит у него на хвосте я так понимаю докинет уже здесь тоже достаточно яростная борьба совсем он ступает пилотам МКС хотя в МКС конечно же все это выглядит немного пожестче вот кстати говоря если я не ошибся перед перед Мухином уже позади Мухин и Годиева едет с августом только что вот этот пилот прошли оба а я напоминаю что мы с вами находимся на картодроме Новая Карта это замечательный прогрессирующий картодром многим пилотам он очень нравится ну я бы не сказал что он очень простой но и не такой сложный и вот по-моему я видел как Маршал собирается показывать уже кинишный флаг уже стоит на готове и я думаю это сейчас последний труд борьбы уже особой нет вот очень странно что на такой достаточно большой трассе один маршал в том конце никого нет в том мутрасе как мы помним в МКС как раз вот там вдалеке заглох илья воркланет и никто даже не мог его эвакуировать его попросту не увидели хорошо что здесь ничего подобного не случилось пилоты кстати говоря пошли еще на один круг так и не показали книжный флаг а вот и все конец гонки пилоты поднимая руки заезжают на питлейн вот мы видим далеке желтую команду АТК а вот Олег Строгнов руководитель команды АТК с ним тот самый Еремин который относится к классу Б и Василий Сашкальтова а мы с вами прощаемся это был чемпионат МКС Академия до новых встреч на следующей трассе форца Волгоградка Спасибо 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 Будь Давай Можно Можно Век Редактор субтитров Корректор А.Кулакова